Здравствуйте, ребята! Это очень быстрое обновление по биткоину, которое я опять же не планировал снимать, но обстоятельства обязывают. Если тебе нравятся такие быстрые обновления по биткоину, почему бы не поставить лайк? Я тогда буду делать их чаще, если будет о чем делать. Сегодня как раз есть о чем. На графике мы видим фигуру голова и плечи для биткоина. Вот пример того, как она обычно работает. Целью движения цены в такой фигуре обычно является поход вниз на высоту от линии шеи до пика головы. Теперь мы видим такую же фигуру на графике прямо сейчас. Целью движения цены из этой фигуры является как раз таки это высота от линии шеи до пика головы. То есть на подтвержденном пробитии линии шеи мы можем опуститься аж до 52 тысяч долларов. Кстати говоря, именно на этой отметке находится первая цель по CPR. Именно после достижения этой отметки нас и должен ожидать потенциальный отскок цены биткоина. Но на пути к этой цели у нас есть несколько еще очень важных уровней. Во-первых, вот эта логарифмическая линия, которая очень важна. Мы говорили о ней уже очень-очень давно, еще с тех пор, как биткоин впервые ее коснулся. Мы говорили о том, что закрепление выше нее может означать повторение сценария 2013 года. Но с тех пор еще ни разу не тестировали, поэтому было бы очень неплохо увидеть ее тест в ближайшее время. Если что, сейчас эта линия находится на отметке 56 547 долларов, но с каждым днем она становится все выше, как ты видишь. Следующий важный уровень находится на индикаторе CPR. Это вторая линия CPR. Вот она. Мы знаем, что на падении она всегда становится сильнейшей линией поддержки. Мы говорили об этом не один раз. Сейчас это около 58 785 долларов. Если эта отметка будет пробита, то следующая цель, которая находится на этой логарифмической линии, будет актуальна. Если же и эта логарифмическая линия не удержится, тогда и цель движения всей этой фигуры в 52 000 долларов тоже будет актуальна. Да, сценарий достаточно медвежий. Но я думаю, что это все просто-напросто медвежья ловушка. Почему я так думаю, сейчас объясню. Интересно, что эта фигура не единожды была использована для того, чтобы развести трейдеров в прошлом. Если мы возьмем похожую ситуацию в прошлом и сравним ее с той, в которой мы сейчас находимся, то увидим, что при таком низком индексе относительно силы, который к тому же все время отрисовки этой фигуры находился в нисходящем тренде, движение цены в этой фигуре просто-напросто обманчивое. При таких условиях пробитие вниз из этой фигуры является фальшивым. После чего продолжается рост. Это и называется медвежья ловушка. Мы видим, что в нашей ситуации сегодня индекс относительно силы также находится на минимальных своих отметках. И кроме этого, все время отрисовки этой фигуры он находился в нисходящем тренде. Что как бы намекает на то, что даже если пробитие вниз и будет, оно окажется фальшивым. И многие люди попадутся в эту ловушку, они продадут на этом падении, потом будут покупать, когда уже все отрастет. Что означает нисходящий тренд RSI и нахождение его на минимальных своих отметках, то, что биткоин и так уже перепродан. Кроме этого, если мы сравним нашу ситуацию с ситуацией в 2017, то увидим абсолютно такую же картину, как сейчас. Это просто сумасшедшее совпадение. В 2017 у нас была голова и плечи, и вся картина копирует то, что происходит сейчас. Поэтому, если мы сейчас даже сможем увидеть поход аж до 52 тысяч долларов, то, скорее всего, восстановимся очень быстро. Кроме этого, если мы сравним нашу ситуацию с ситуацией в 2021, 2013 и 2011, то заметим еще кое-что очень интересное. Если мы посмотрим на двухнедельный RSI, то заметим, что биткоин достигал пика своей цены тогда, когда RSI достигал своего. В 2011 пик цены и пик RSI. В 2013 было два пика RSI и было два пика цены. В 2017 тоже было два пика цены и два пика RSI. И сейчас в 2021 один пик RSI уже отыграл, после чего пик цены биткоина переходил в коррекцию, как ты видишь вот здесь. Теперь мы видим, что RSI все еще не достиг нового пика, а значит биткоину есть куда расти. У него еще есть место для роста. Поэтому потенциальное падение сейчас это не медвежий рынок, это просто коррекции и просто ловушки, по моему мнению. И они не должны нас пугать, мы не должны из этого паниковать. Наоборот, это будет чем-то, что можно использовать. На этом все, ребята, меня зовут Богатейщий Дед, это было очень быстрое обновление по биткоину, поэтому подписывайся на канал, телеграм ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй, обязательно богатей. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok